Добрый час, славный дружок Митенька! Да, для меня действительно была большая неожиданность получить от тебя эту скромную, густую, исписанную открытку за столько времени. Рад был ей, честное слово, но не с кем даже было поделиться своей радостью. Ну а когда я прочел строки, где ты пишешь, что 7 ноября справляли в нашем доме, в моей семье, то мне было очень радостно, и я жалел, почему же все-таки я там не был. Ну а теперь запасся терпением и жду того желанного дня встречи со своими родными и близкими. Кончится война, и тогда взойдет заря пленительного счастья. Веришь, друг, часто бывает так, что размечтаешься о прекрасном прошлом, о будущем, и тогда кажется, что и настоящее хорошее, а фактически совсем иначе. Вперед на запад проходит недалеко линия фронта, днем и ночью слышишь артиллерийскую канонаду, но по ночам шныряют еще над нами черные гитлеровские стервятники, рыскают, ищут свои жертвы. Да что об этом говорить, ты испытал это на себе. А для людей, не испытавших на себе этого, кажется, ни больше, ни меньше, как романтизмом. Это лично мое такое предубеждение, но думаю, что это так. Митя, ты пишешь, что мамы всплакнули. Они вправе плакать. На душе многих матерей лежит неизгладимое горе, печаль. Особенно, когда я начинаю вспоминать о своей матери. Ведь она, бедная, переживает вторую войну, лишилась того, для кого жила, пятерых сыновей. А о последнем, о шестом еще тоже ничего нельзя сказать. Тебя интересует, где я сейчас нахожусь? Как воюем? Находимся на территории Польши. И сейчас временно в обороне. Конечно, скоро будет буря. От нас Берлин находится в 534 километрах. На перекрестке дорог можно увидеть направление стрелки на Берлин. Сейчас живу в деревне. Занимаю отдельную комнату, где работаю, и вторую комнату, где живу. Уже хорошо понимаю польский язык и сам разговариваю с ним понемножко. Никак не дождусь, когда мы будем в Берлине. Где бы я смог отомстить за смерть своих пятерых братьев, за надругательство над сестрами, за слезы матери, за страдания невесток, оставшихся без мужей с малолетними детьми. Сейчас иду проводить занятия с шоферами. Пока все хорошо. Ты бы хоть мне выслал фотокарточку. Я тебе посылал, не знаю, получил ли ты ее. Обнимаю и крепко целую. Привет всем. Твой друг Жорж.